Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня, наконец-то, я вернулась на просторы Ютуба. И теперь каждый день будет, как раньше, два видео, кроме сегодняшнего дня. С завтрашнего дня мы уже вольемся в новый наш график. Точнее, в старый наш график. Сегодня у нас с вами будут вкуснейшие манты. И здесь у меня мацони домашние, как вы видите. Я давно уже не ела манты, так что с удовольствием просто начну их кушать. И здесь у нас напиток Капи, но просто он немножко теплый. Это меня немножко подбешивает, так скажем. В общем, сегодня мы с вами будем говорить на тему комментариев под прошлым видео. Хочу начать с того, что люди, которые хотели меня обидеть... Ребята, у вас ничего не получилось. Старайтесь дальше. У меня три дня не было интернета. И эти комментарии, которые там были, все люди заблокированы. Это сделано не мной, а моим братом. Потому что у меня не было интернета, и интернет появился только сегодня. У меня брат модератор моего канала. И он может удалять и блокировать людей. Начать хочу с того, что люди пишут мне самое главное. Просмотры, деньги и так далее. Если бы это было бы на самом деле так, я бы тебя не заблокировала бы. Я бы сказала бы, пиши дальше негативные комментарии. Любой комментарий это рейтинг. Поднимается видео. Почему нет? Пиши дальше, дурачок. Я бы так сказала. Но мне не важно количество. Мне главное качество. Если человек ненавидит меня и не может себе позволить не посмотреть мои видео. И смотрит до последней минуты. И на последней минуте пишет свой комментарий. Я сделаю эту услугу за вас. Чтобы вы не видели моих видео. И я больше не видела вас на моем канале. Одна девушка написала. 8-10 часов работаю продавщицей. Тебе ли говорить о трудностях в жизни? То, что ты работаешь продавщицей. Это не моя вина. Это не вина других людей. Это сугубо твоя вина. Я лично как-то запрещаю тебе снимать на ютубе. Заниматься тем же, чем я. Или устроиться в строительную компанию. Я не виновата в том, что 8-10 часов ты работаешь. И завидуешь мне, что я могу снимать видео. И просто зарабатывать с них деньги. Некоторые пишут, зачем по 4 видео кидать? Ты все это делаешь ради денег. И так далее. Снимай по 1 видео в неделю. А ты не смотри меня вообще. Я заблокировал этого пользователя. И все. Я же никого не заставляю смотреть мои видео. Я просто, знаете, немного шокирована тем, что насколько завистливые люди реально. То есть я снимаю эти видео не для тебя прежде всего, а для зрителей, которые ждут эти видео. Как только видео опубликовывается, вы видите, что на нем 50 тысяч просмотров. Это значит, что столько людей ждут мои видео. Если, например, ты не ждешь, пройди мимо. И все. Можно подумать, я под дулом пистолета и кого-то заставляю смотреть мои видео. Потом я начала замечать одну особенность. Многие негативные комментарии были написаны с аккаунтов армянских фамилий. И я просто это связала, знаете, с чем. Возможно, это после обострения войны. Люди просто хотят как-то нагадить, испортить настроение, выплеснуть свое зло. И поэтому начали писать такие комментарии. Когда ты блокируешь пользователя, он больше не видит твои видео. Ты больше не видишь этого пользователя навсегда. Я так и сделала. Правда, не всех, но большинство у меня в блоке. Мне важнее мои нервы. Зачем мне сидеть, ругаться, отвечать на эти комментарии? Господи, мне не нужно. Есть куча пользователей, которые меня поддерживают, меня любят. И из-за них я не собираюсь останавливаться. Зачем мне это надо? Некоторые пишут, зачем так много? Снимай меньше. Я просто в шоке. Ребята, я просто желаю вам тоже добиваться каких-то успехов. Все вообще началось из-за того, что в видео я сказала, что меня берут на новую должность, и я там буду зарабатывать намного больше. И всех это настолько разозлило. Вот прям злость, прям вот опять новая должность, а еще что-то. Ты все это получаешь из-за своего брата. Весь этот негатив пошел там, да. Хорошо тебе живется в Азербайджане, конечно, когда брат на работу устраивает. Столько злости. А я просто поделилась своей радостью, что меня взяли, уже взяли, кстати, на новые должности. Я буду получать больше. Я просто поделилась своей радостью. Я не думала, что люди не рады за меня, понимаете. Когда тебе хреново, как Ольги Бузовой, когда тебя предали, унизили, например, да, все начинают тебя поддерживать. А когда у тебя все хорошо, и ты делишься этим, как делишься, например, с семьей, они начинают настолько агрессировать. Прямо ненавидеть тебя, как будто я ваш кусок хлеба у вас отняла. Вот все началось с видео, когда я сказала, что у меня хорошо идут дела, я зарабатываю хорошо, и я иду на новую должность. Точнее, тогда подала себе. Сейчас меня уже взяли, так что можете меня поздравить. Будьте оптимистичней, будьте добрее, ребят. Может быть, поэтому у вас в жизни что-то не получается, потому что у вас очень много злости внутри вас. Научитесь просто радоваться за других. Я просто не думала, что моя новая работа, мои какие-то удачи могут так взбесить некоторых людей. Некоторые там пишут, люди на заводах работают, не знаю, получают копейки, а ты еще на новую должность собираешься идти. Как тебе не стыдно об этом говорить? Это часть моей жизни. На этой должности я не буду зарабатывать, как премьер-министр, извиняюсь, но это какие-то изменения в моей жизни. Я не ожидала, что это так взбесит людей. И я не виновата в том, что, например, в вашей стране такие низкие зарплаты, например, что у вас что-то не получается, это чисто ваши проблемы. В общем, такие дела, ребята мои. Я надеюсь, что мы друг друга поняли. Слава богу, этих людей я заблокировала. Они даже не видят это видео. И все. Вопрос решен. То есть я раздражаю, бешу тем, что я там выставляю очень много видео, зарабатываю слишком много денег. Я тебя заблокирую? Я тебя не буду раздражать. Иди смотри других. В чем проблема? Нет проблем. Также убедительная просьба. Всех моих подписчиков не писать комментарии про войну. Потому что вы можете написать в комментариях что-то такое, что является, например, государственной тайной. Почему нам перекрыли интернет? Чтобы люди не делились информацией. Иногда это проверенная информация. Иногда нет. Люди пишут, что попало. А другие это читают. Поэтому прежде, чем написать какой-то комментарий про войну, миллион раз подумайте. Если вам интересно мое мнение, я скажу так. Мне некоторые пишут, ой, ты лесгинка, зачем? Ты в это вмешиваешься и все дела. Почти 30 лет Азербайджанские земли находятся под оккупацией Армении. И 30 лет велись переговоры. Но, к сожалению, никакой пользы от этого не было. И Азербайджан просто вынужден забрать свои земли. И все. Столько людей здесь, которые рассказывают о том, что как их выгоняли из Ходжалы, из этих районов. Азербайджанская армия наступает. Там 7 сел уже взяли. Насколько я знаю, один район, там уже происходят боевые действия. Естественно, я тоже переживаю за своих отвоюродных братьев, за своего любимого. Их тоже могут забрать на фронт. Но, например, мой любимый, он горит желанием туда пойти. То есть он очень патриот в этом плане. Как-то вот так вот, ребята, не хочу вдаваться в подробности. Я просто желаю удачи нашей армии и надеюсь, что у нас все получится. Аманты, лиманты безумно вкусные. Прямо было здесь. Здесь картошечка, мясо. Мама прям 40 минут варила. Еще, кстати, пишите, пожалуйста, в комментариях, если вам хочется увидеть маму в новом мукбанке. я планирую с ней снять мукбанк. Мама вроде тоже не против. Я думаю, будет очень интересно. Осталось всего две штуки. Многие думают, если я что-то зарабатываю с ютуба, это значит, что я отняла это у вас. Ребят, нет. Я у вас конкретно ничего не отнимала. Я снимаю контент для платформы. Эта платформа мне платит. И почему это так раздражает людей, я честно не знаю. Пытаются как-то, знаете, уколоть, делать неприятно, вывести на эмоции и чтобы человек перестал снимать, как-то потерял дух и все дела. Но не получится. Просто не получится. Скорее мы с вами разойдемся. Вы будете у меня в блоге и будете смотреть каких-то других блогеров, которые вам нравятся. Но я думаю, что скорее всего и те блогеры, которых вы сейчас смотрите, какое-то время пройдет и они тоже станут вас раздражать. Потому что вы просто недовольны своей жизнью. Я считаю так. Хейтеры это люди, которые просто нереализованы и они завидуют другим. Но завидовать надо только белой завистью. Стараться что-то делать и двигаться тоже вперед. В общем, ребята, на этом все. Спасибо, что вы смотрели это видео до конца. Я вас очень сильно люблю. Завтра вас ждет минимум два мукбанка. Всех люблю, целую. Пока.